Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Корах. Вдумайтесь, Маше Рабаино, великий человек, брат его Арон. И вот против него выступает Корах с 250 соратниками. И какое вообще безумие, конфликт, бессмысленность, гибельность. Сцена воскурениями. Маше предлагает бунтарям. Давайте вместе принесем воскурение, кто хочет в храм. Кого Бог выберет, останется в живых, остальные умрут. Вот поразительно. Корах соглашается на это испытание. Маше и Арону бояться-то нечего, они знают на чьей стороне правда. Но Корах, на что он рассчитывает? Идти в святая святых, с горящей смесью благовония. И с ним еще 250 соратников. И выживет один, хотя вместе с ним идет Арон, мудрец, праведник. Как такое может быть? Какая безумная самоуверенность? А остальные, что они думали? Что избранник я? И даже если Корах искренне верил в то, что он пройдет испытание. А все другие умрут. Какой он имел право, жертвуя жизнями стольких людей? К тому же искренне преданных ему ради своих может быть цельнее. Написано, огонь вышел от Бога и пожрал 250 человек. Самого Кораха поглотила земля. Такого не было ни раньше, ни позже. Поэтому мудрецы Талмуда говорят о пламени распри. Это пламя лишило Кораха разума и в конце концов погубило его. И каждый раз, когда мы раздуваем пламя распри, неважно с кем, с соседем, с еще с кем-то, «Мы идем путем Кораха». Написано «И взял Кораха». А что он взял? Раф Мардыхай Сосон из Багдада приводит такую притчу. Птица парит в воздухе и вдруг видит несколько зерен на земле. Она опускается на землю и ее хватают. Сеточка или за крыло. Мышь, она всеядная, никогда нет недостатка в еде. Но увидев кусок сыра в мышеловке, спешит к западне и все. Большая рыба плавает в воде, где пища в изобилии. Открой рот и хватай мелких рыбешек. Плывет себе как царь и все. И вдруг видит червяк, везящий на крючке. И тут же раз и понятно. Сколько бед мог избежать человек, если бы удовлетворялся тем, что у него есть, и не гнался за излишествами, за искушениями. Так и Корах. Корах что хотел? Хотел взять еще, 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 еще. И вот он был богатейший человек. Знаете, как идет охота на тигра? Охотник натыкается на спящего тигра, бросается на него, хватает двумя руками. Можно сказать, что охотник поймал тигра? Вряд ли. Скорее всего, мы скажем так, что у тигра появился обед. Корах решил спорить с Машей Рабейну, с слугой Всевышнего, с человеком, который заставил фараона отпустить евреев из Египта, велел морю расступаться, с тем самым человеком, который поднялся на небо и спустился к народу. Был у Кораха какой-то шанс? Нет. Корах затеял изначально провальную авантюру. И написано, взял Корах. А что же он взял? Да ничего он не взял. Земля его взяла. И сказал, вот был такой Рабейну Хам, автор Бен Ишхай, не спрашивая, почему поведение завистника нелогично. Он пожираем завистью настолько, насколько готов потерять все, и сам лишь бы поквитаться с ближним, навредить ему. Это как в притче, которую рассказывал автор Ишит Хохма. Два человека шли вместе, один алчный, другой завистливый. И вот встретился им царь. Говорит, пусть один из вас попросит для меня что-то, исполню его просьбу. Но другому дам вдвойне. Вот алчный думает, если я попрошу, тому дадут больше. Нет, я получу половину, пусть лучше он попросит, я получу. А алчный не попросил. А завистливый думает, если я попрошу, он получит вдвойне. И промолчали они оба. Царь улыбнулся, он предвидел такое развитие событий, собрался идти, и вдруг завистник кричит. Господин мой царь, у меня есть просьба. Вырви мне, пожалуйста, глаз. Понимаете, вот так живут люди, так, к сожалению, бывают, живут люди. Известен такой раввин Беренбой. Его уже нет в этом мире. Один из глав тех, кто возвращался к Шуе в прошлом поколении. Он был великим человеком. Он был молодым, ассимилированным сначала евреем. Его привлекли влияние всяких движений. Он был у Герцеля заместителем в национальном движении. Вот это он дал название «Сианистское движение». И позже он начал видеть, что шансов нет, что все это немножко не так. Он стал главой еврейского движения «Бунт», знаменем которого была светская еврейская культура. В своих речах он рассказывал, какие верующие плохие, что там насмешки. Он тенантливый человек был. Но потом он выпускал статью, очень интересную, известную, от атеиста до верующего. И вот Камар сомнения долбил ему все время мозг. И вот он расследовал, он был умный человек, узнавал историю, читать, начал книги, увидел руку проведения в мире, признался самому, что атеистический взгляд был неправильным. И он еще немножко действовал по инерции, но вот его послали в Америку собирать деньги. И когда он вернулся, он приглашен был в огромное собрание в Петербурге, все эти там эпикойросы собрались. И вдруг он поднялся на трибуну. И вдруг проревел его весь голос. «Маше истина, Тора его истина, а мы обманщики». Ну вот, пожалуй, и всегда результат того. Кто-то, идя неправильным путем, успевает принять правильное решение и раскаяться, а кто-то идет этим глупым путем до конца. Поэтому не будь как корох. Это очень важная вещь. Гасить любое пламя распри. В семье, на улице, там где угодно. Не поддаваться этому всем. Проходить мимо этого. Потому что человек, который влазит в распри, он обязательно будет взят. А вот кем будет взят? Ну, каждый может думать, что вот я выиграю. Потому что, ну ведь корох так думал. Даже когда против него было Арон и Маше. Брахава Цлаха, чтобы это пламя проходило мимо нас, давно заканчивались и скорее заканчивались все неприятности и все распри на земле. Брахава Цлаха.